слушай ну мадам брошкина это шокка как розовую этого она подожди поворачивайся слушай ну хорошо а где ты взяла девочки дали маша да ты что еще одна слушай у вас было а это не там по набирали где-то до гуманитарка ты что еще какие-то блестки поетки тоже класс слушай ну все утеплились боже женю еще одели подруги как раз на смену на работу да ты что отлично слушай короче тебе весело здесь как с девочками вы уже сдружились хорошие хорошие не дрались еще не напились не подрались отлично скучно тебе же ну бери дома разберемся дома послушаем собирайся тем доброго утречка с вами одесситка и швейцарии и я рада вас видеть снова на моем канале где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями а также новостями из швейцарии сегодня у меня будет потрясающий влог потому что очень много намечено выходной у нас сегодня и посмотрите какое утро меня разбудило и это конец ноября солнце светит потрясающая погода и смотрите чем хочу с вами поделиться мой цветок сейчас цветет и вдруг откуда ни возьмись здесь вырос перец господи кто-то семечку бросил посмотрите целый отросток и здесь у меня орхидеи и обе пустили новые ростки тоже необычно в это время вот что значит правильное место для цветов биат дальше рисует свою картинку ой это лицо девушки вау молодец у нас сегодня воскресенье в гостях у нас женечка и мы собираемся сегодня идти на фестиваль фондю который впервые проводится в швейцарии но его планирует делать каждый год уверена вам интересна эта тема поэтому ставим лайк и отправляемся с нами сначала завтракать то вам сказать приехала с работы капусточка уже готова биат правильно выпускал воздух и посмотрите какая она замечательная послушайте этот хруст обожаю конечно же такую капусточку надо снабдить растительным маслом никаким не оливковым и по желанию конечно еще зеленый лучок но можно и так следующий момент очень я рада что я реанимировала мою закваску так как мы были в отпуске я забыла ее заморозить и она умерла сдохла а выращивать ржаную закваску нужно несколько недель 3-4 поэтому я ее реанимировала вы уже видели испекла хлебушек ржаной и сейчас поставила еще одно тесто кто меня спрашивает рецепт все очень просто мука и вода плюс я кидаю еще разные посыпки шелуху льна например сейчас кинула зерна кориандра вот каждый раз модернизируя хлебушек самое главное поставить в тепло и на закваске тесто должно бродить как минимум 10 часов ставим в тепло и вечером я испеку хлебушек покажу вам что получилось и посмотрите какая сегодня прекрасная солнечная погода женя доброе утро всем привет как тебе спалось на раскладушке причем я уже показывал такую купили раскладушку тут матрас а так такой плотненький нормально и давай за стол но воскресенье типа бранч садись вот еще пирог бят сделал с яблочками и угощаем сегодня женечку давай а я по капусточке с утра пораньше женя если тебе какой-то запах подозрительный носками это сыр вот этот женя ну вот расскажи как ты в этих новых ботинках очень очень удобный как бы ноги потеют я вот когда работаю я же еще и носках естественно но абсолютно действительно влагу не не промокаемые дышащие дышат да 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 ноги абсолютно и удобно ходить сейчас еще слушай и вот скажи но не дураки же швейцарцы европейцы до вот это затягивать и дивана и на носочки есть это вот и сзади ну короче удобство превыше всего уже такой возраст что думаем как комфортно было да ты вообще модница слушай а шапочка слушай ты как этот реперский гангстер идем в машину по коням а мы сейчас едем во фрибург ну а мы сейчас едем во французскую часть швейцарии на фестиваль фондю впервые в этом году его сделали как пробный вариант чтобы распространить фондю моти-моти пробуем разные варианты а вы пока пишите в комментариях любите вы фондю или нет когда кусочки хлеба макаем сыр так и вот в этом павильоне расположился наш фестиваль море людей посмотрите какая очередь огромная как колонн это керамическая такая кастрюлька в которой плавится сыр на фондю разные причиндалы можно купить но сегодня все закрыто воскресенье герцог бертольд основал фрибург в 14 веке город расположен в самом центре швейцарии и славится культурным многообразием университетами а также масса ты какая здесь красота целый город можно построить а это рождественский календарь войнах с календарь каждый день открываешь новые окошечко и там подарок это как рождественский календарь представляешь вон 24 начиная с этого из коробок сделан прикол же ёлочки везде стоят мир сладости 665 за 100 грамм и какой огромный выбор для миланки набрали такого попробовать 200 грамм ровно получилось на 8 франков этот оживленный городок возник на равнине и располагается также на скалах вдоль долины реки зарине вверг швейцарским альпом на юг и и на востоке с трех сторон он окружен рекой которая разделяет город на две части кстати здесь ездят троллейбусы совсем другая швейцария смотрите как красиво украсили фасад нежно-розовыми цветами белыми это красивая ага башня наверху если вы видите танцы городская ратуша на площади которой мы находимся датирована 16 веком сегодня здесь расположились кафе рестораны магазины но еженедельно на ярмарке прямо перед зданием ратуши фермеры со всего региона выставляют на продажу сыр и колбасу известные в этом регионе о тихо уже посмотрите на этот фонарь подвесной какая красота кованая все жар очень красиво очень красиво боже прям экибана мой прямо свисает красота это смотрите улица называется свадебная наверное здесь перед свадьбой надо обязательно пройтись за ручки женип стрины эти маленькие эркеры маленькие кафешки вести парочка какая-то а пиат си кейн хиер индизор страссе цум тирхи хайрат скорее всего в ратхаус они расписываются а потом идут сюда в церковь отмечать все старинное такое комоды визитной карточкой фрибурга является кафедральный собор с невероятной красоты витражами его постройка началась еще в 1283 году и проходила в несколько этапов посвящен он святому николаю и имеет башню высотой в 74 метра откуда открывается фантастический панорамный вид еще одна хорошая смотровая площадка итальянского вида часовня лоретто в стиле раннего барокко церковь святого николая я захожу в церковь для меня это как поход в музей красивейшая архитектура иконы витражи картины лепка мне все равно какой конфессии принадлежит эта церковь интересно в любом случае кстати здесь во фрибурге находится одно из пристанищ на паломническом пути в сантьяго де компостеллу можно совершить экскурсию в аббатство острев цистерианское аббатство основанная в 1137 году такое сразу средневековье мы попали и вот смотрите окошечки да на стенку выходит а здесь музей какой-то музей ой смотрите какие старинные окна ага это рыцарские времена еще тут живут люди и здесь живут люди даже в исторических зданиях ну да вот смотрите костюм можно снять в аренду все кружевное платьице это так здесь святой николай подарки разносит и тут и разные костюмы можно купить вините за 50 людей это борода женя не ну это парик я имею ввиду а вон смотри за 65 такая вот а ну иди я тебя сниму сзади как ты идешь молодец женя фрибург это оживленный университетский город с множеством студентов со всего мира делающих этот город космополитичным маленьким мегаполисом в узеньких улочках скрываются многочисленные бутики антикварные магазины студенческие кафе и рестораны предлагающие местные и заграничные деликатесы кантон этот двоязычный находится на границе с французской частью кстати для тех кто все время интересуется как там женечка за что она живет где работает за что путешествует и делает себе очки у нее есть теперь свой собственный плейлист женечка тетя одесситки все сюжеты с женечкой в отдельном месте и там все подробно даже мы всегда все рассказываем в открытую показываем все чеки и подробности так что фанаты не надо фанаты женечки теперь могут наслаждаться ее сюжетами нон-стоп как сериалом ты не хочешь пить не хочешь ты мало пьешь кстати ну да так смотрим вниз опа боже а тут какая стена прямо старинная такая дом женя твой магазин женя вот смотри женя тут цветочек тут вуалька а ты брошку не хочешь но посмотри на вот эту красоту когда у меня это вот коллега ходила на в таком за трапезным сером пальто шля и вдруг шляпка вуалька рюкзак двое детей и вуалька как раз было так и тут цветочек сделали это парикмахерский салон краски старинные песочные боже стрины эти маленькие окна да и причем они не прозрачные да вообще на 3 разбили аккуратно ступенечки да небо в клеточку боже а посмотри на эту дверь мне кажется это твоего роста женя а ну-ка ой смотрите как сюда поместится нормальный человек средневековый город вобрал в себя более 200 исключительно готических фасадов датируемых 15 веком башни и бастионы частично сохранившиеся крепостные валы на протяженностью двух километров защищали город и передадут нам атмосферу средневекового метрополиса ну а это бернский мост единственный сохранившийся деревянный мост в городе который существует здесь 1653 может уже пробка из машин стрины эти окна же это вообще крошечная бабсы какая красивое отражение в воде еще петуньи цветут пять градусов на улице видите женщина в окошечке курит как в тюрьме я ответил так мы опять средневековье стри двери фасады вот для кого-то это разруха а для кого-то шарм стри какой забор сразу видно из чего его склепали но сам факт что стоит после этого от чего это ручка стоит живиками и не рушится и не разваливается а может быть сюда привязывали к их коней вот знаешь парковка парковка на шаги слушай какой как хорошо что мы никого городок в городе есть фуникулер который доставит вас до пешеходной зоны верхней части города необычен этот фуникулер тем что работает он посредством городских сточных вод построен он с 1899 года и считается достоянием культурного национального наследия и туризма во фрибурге ничего себе остров сокровищ остров сокровищ идем посмотрим что это он не знает кстати деткам будет интересен музей швейных машинок музей марионеток этот остров сокровищ где можно лазить часами черный шоколад с ягодой а у меня фисташки со строчателой и такие прикольные здесь стульчики стоят и можно пледиком накрыться если зубе шлиф холодно да ну лучше погода хорошая дышим воздушком робот джей на фондю делает вот здесь можно купить смесь уже готовую для фондю за 13 франков 400 грамм это на два человека средняя цена сыра двадцать семь двадцать четыре двадцать три килограмма здесь можно попробовать сети цель и это все продукция брюер где мы были с вами на фабрике и здесь брюер сыр это мой самый любимый сейчас попробуем сыр чтобы купить и еще сегодня вечером выходим гулять с кайлой и посмотрим вторая серия у нашей встречи как пройдет вторая встречи до эмили идем женя у нас сегодня пробует роклет уже принцепи пробовал да но у нас абэнд хоть и мы не попали на фондю вечер так мы решили завершить его роклет вечером ну что дорогие мои спасибо что посмотрели этот сюжет до конца немножко не получились фондю фестивалем но зато роклет зато роклет и спасибо вам за лайки за комментарий до завтра увидимся очень необычном месте даже ой так что то еще не подписался на мой канал не забудьте сделать это прямо сейчас потому что вы это пропустить невозможно даже не надо но все пока а вот у меня хлебушек уже разошелся и я ставлю его в духовочку пока будем есть он запечется вот такой хлебушек у меня получился пористый и очень вкусный